Всем здравствуйте! Вы на канале Иринка как картинка и я очень рада встрече с вами. Этой весной у меня совсем мало времени снимать сад, но сегодня я себя взяла в руки и решила пройтись по нему и показать вам его, что и как у меня выглядит на весну 21 года. У нас прошел дождь, всю ночь лил, поэтому некоторые растения будут нагнуты от дождя, но нам это не помешает и, я думаю, полная картинка вам понравится. Ну что ж, пойдемте. Сейчас в саду время цветения ирисов. Как же они мне нравятся! Это ирисы, я их называю палевые. Видите? И не коричневые, и не желтые, а именно такие палевые. Розочки все на бутонах. Даже видно дождь, который шел. Бутоны уже окрасились и вот-вот пыхнут. Ну а вот то, о чем я вам говорила. Амсония от дождя вся поникла. А вчера ведь была такая красавица. Она смотрела, как будто флоксы, небесные флоксы цветут. Но сейчас лежит, поэтому поднять мне ее сложно. Но я попытаюсь, чтобы вы сделали о ней свои какое-то представление имели. Посадила я уже ящички, горшочки навесные. Попыталась в этом году сделать огородик вот в таком ящике. Вот, кстати, нагнулась прямо на мои растения, на мою рассаду. А здесь вот ямка, это уже котята покопались. Вот так чувствует себя чешская горка, перенесенная сюда. Видите, цветет кошачья лапка. Действительно, прям лапка кошечки, да? Очидки. Скоро зацветут лучок, чесночок. Дождь нагнул немного ирисы, но все равно, в общем-то, они выдерживают. Видите, стоят. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Вот они, мои маки, скоро будут полыхать алым цветом. Здесь цвел шикарный древовидный пион. Он выращен из семян и получился темно-бордовым, чему я очень рада, потому что белых у меня много. Вот мои горшочки, которые я делала на канале. Есть такой ролик, кто не видел, посмотрите. В них я посадила петунии, выращенные мной. И они заполняют потихонечку окружность этого горшка. Этот сорт петунии, по-моему, называется Ирен. Лук Христова, по-моему. Вот будут огромные шапки, головки такие, как футбольные мячи. Да, кстати, монгольский карлик в этом году посадила я в сумке. Но сумки еще не доделаны, им нужно придать жесткость. Очень я хочу видеть его в сумках. Розочка крылья ангела тоже на бутонах. И скоро эти ангельские крылышки запорхают над кустом. Этот кабачок, кабачок пантерелла, как-то вот так называется, детский вкус написано. Посадила я в свою полубочку и подбила его монгольским карликом. И ему тут так нравится, и тому, и другому, что они прямо хорошо так развиваться стали. Вот тут вот третий костик, надо листки немножко сейчас убирать, чтобы солнце проходило. Ну что, здесь у нас также композиция, да? Клематисы растут, но немного хлорозит. Я вижу через телефон, нужно им добавить железо и микроэлементы. Так, что у нас дальше? Здесь тоже мини-огородик, как и в прошлом году, видите? Сделала по обе стороны, посадила хиноцею. Кустик мы разбивали на два, и вот не знали, куда приткнуть, приткнули сюда. Калина цветет. О, далеке, сейчас мы до нее дойдем. Здесь, ну, кстати, прошли бругмансию. Нижние листья тоже у нее, но я подкормила, подкормила, надеюсь, что ей будет хорошо. Начинает зацветать пион. Однорядный пион, как-то дэнс. Как-то там в названии есть слово дэнс, танцующий, что тут, я так понимаю. Вот он, первый раскрылся, а их тут, видимо-невидимо. Персик из косточки. Должен быть голый, не опушенный. Но это, конечно, будет сюрприз. То ли да, то ли нет. Посмотрите, крыжовник, но скрещенный со смородиной, оторвала случайно ягодки. Господи, забыл, как он называется-то. Вспомнила, ешь-то. Вот такие уже крупные ягодки имеет. Идем дальше. И вот она, калина. Трохо видно вам на солнце, да? Но вот здесь будет получше. Она уже завязывает ягодки. Цветет, как пильчатая гортензия. Правда же? Напоминает немного ее. Здесь, смотрите. Очень похоже. И такое пышное цветение было первый раз, потому что, видите, какие я ей делаю длинные ноги. Мне нужно, чтобы она была выше моих качелей и смотрелась над ними, а не за ними. Но вот этот пион нужно связать. Я в этом году не сделала им обручи вот эти, не положила. Но тот более-менее пониже держится хорошо. А этот, видите, высокий и от дождя развалился. Нужно хотя бы связать ему ножки. Если уж обруч я пояснение не одела. Тоже мой любимчик. На заднем плане ирис, видите? Ну, мы сейчас до него дойдем. Годжи. Годжи подрезала. Ножки вот на такой он у меня. И вот такие вот. Сейчас, кстати, хочу показать. Спустила его по забору Годжи. Хочу попробовать его вклести немножко и отсюда убрать. Здесь он мешает ходить. Ну, посмотрим, как у меня это будет. Ну, а эта красавица. Каждый год мы на нее любуемся, да? Пора прищипывать у нее кончики. Таким, чтобы она не мешала ходить. Надо заняться этим. Уберу кончики. Альпийская горка с тылу. Пузыреплотник зацветает. Это желтый, это красный. Это Тандреа у меня, по-моему. А не Диабло. Диабло надо купить. Моя Туечка красавица. Чуть-чуть нужно подстричь, чтобы дорожку не перекрывала. Заодно щипну. Растут вот эти вот основные приросты ветра. Центральные, так скажем. Приостановим ее в этих местах. Так, еще одну. И вот еще одну. Ну что ж, смотрите, герань. Покровная начала уже набирать свой розовый цвет. И хороша. Смородина тоже завязалась в этом году. Не все ягоды завязались. Магония у меня не цвела. Да, магония подоболистная у меня не цвела в этом году. Черешни почти нет. Вишни мало. Абрикосов не было. В общем, год не сильно будет урожайный на деревьях. Но малина шпарит. Видите? Как вам показать, сколько цветоносов хочу поймать. Здесь у меня притаился лимонник. Растет он уже много лет. Лет пять. Флорозит. Вот. Но... Медленно, медленно. Ну, я, в общем-то, снова вам говорят, что оно медленное растение. Жду. Жду-пожду. Кто-то у нас клематис подвязаться просит. Видите? Дорожку перекрыл совсем. Нужно срочно подвязать. Это клематис жгучий. Идем дальше. Здесь... Ой, пробраться бы. Да, кстати, сейчас время еще цветения аквилегий. Не только ирисов. И мы увидим на нашем пути огромное количество аквилегий. Герань. Крупнокорневичная называется. И сейчас тоже вот так украшает подножие моей ноги. У горки. Подстригла я свою горную сосну. Свечи убрала. Они были высотой где-то по 30 сантиметров. Вот встала вот так, вот вам, чтобы было понятно. И вот она верхушку оставила. Видите? Буду формировать там еще один шарик сверху. Вот. Ну, пока оставила в свободном полете. Не вянник оставила. Думаю, пусть раскроется, и я его срежу на букет. Там он, конечно, не вписывается. Слишком высокое растение для альпийской горочки. Но он для букета подращу. Видите, как плохо перезимовала у меня в этом году моя коника. И я думаю, это не перезимовка, это болезнь. Вроде бы, прыскала я железным купоросом. И от вредителей попрыскала. Вот эта была полностью здорова. Никакого не было на ней пятно. А сейчас, смотрю, появилось пятно. То есть заразилась оттой, видать. Ну, в общем, не очень, не очень они у меня в этом году. А вообще всегда были хороши. Розочку сделала на ноге. Вот там, где камень лежит большой, там нога. И сверху такой вот шарик из розочек будет. Что с этой стороны в треугольнике? Мы как-то его прошли. Вот здесь у меня насыпался клематис сам. Видите, вот он. Я сначала хотела выдрать, а потом подумала, а пусть он зацветет прямо в этом, буду называть горохоплотнике, и покроет его крупными цветами. И оставила. Вот они, видите, побеги вплетаются в него. Посмотрим, будет красиво, будет так. А некрасиво уберем. Пересадим. Вот этот клематис ночь. А вот эти красавцы у нас с и полисами между дорожек. Это Вероничка. А вот это Злак. Схизариум, что ли. Как-то вот так. Красиво цветет. Такими сиреневатыми оттенками по осени. Надо вот эти ветки как-то пришпилить, что ли. Вот это клематис ночка. Он молодой у меня, но уже, смотрите, перерос в мою опору. Вот. И будет цвести такими фиолетовыми темными мелкими цветочками. Мне хотелось принца Чарльза соединить. Он такой, он вот там растет. Он такой небесно-сиреневый. А здесь ночка такая. Там рассвет, грубо говоря, а здесь ночка. Посередине мой муж, не зная, что клематис солидарность нельзя срезать, что он цветет на старых побегах, по незнанию весной его состриг. Я очень тужила, но, смотрите, он набрал свою высоту, свою массу и дополз уже практически до того же состояния, которое было, и даже набил кучу бутонов. Интересно, да? Ну, скорее всего, если бы он не был сострижен, он уже был бы вот там. Но вот эта состриженная часть где-то была метр двадцать. Вот на метр двадцать он и ниже. Что у нас здесь? Здесь у нас вот зацветают покровные очиточки. Здесь у нас гвозичка. Ай, вот там красавчика. Я тебя и не видела. Видовой ирис. Я его называю орхидеи цветковой. Но растение видовое встречается прямо в лесах. Здесь у меня пропал бордюр из тимьяна пестролистного. Ну, не вырезаю, пусть, думаю, таким, знаете, хворостом смотрится. Пусть будет. Может, отойдет когда-нибудь. Здесь набрались у нас уже мартагоны. И сзади крупные. Бересклет накрывает их. Стараюсь их немножко как-то раздвинуть. И впереди вот мартагошечки набрались. Видите, батончики. Тис с приростами обожаю. Обожаю его именно в это время, когда у него приросты. Но тот, кто меня смотрит, да, но он об этом уже знает, конечно же. Ну, а мы идем дальше. Ирис желтый японский уже отцветает. Скоро на его место придут еще два ириса. Луки суворова отцвели. Но головки смотрятся здорово. И я их как бы оставила хвосту. Смотрите, какая шикарная миничка. Но уже такой хороший объем у нее. Там, кстати, ветка справа валяется. Это мы стригли кустарники. Ветка упала, я не заметила. Вот такие злаки в воде. Кстати, да, вот здесь в шарах, где я поставила шары, здесь у меня мискантус мой красавец должен быть. Но он плохо перезимовал. Но я все-таки надеюсь на то, что он выжил. Шары не хочу убирать. Хочу попробовать, чтобы он сквозь них пророс. И они были его как бы держателем. Потому что, когда ветра, то он сильно нагибается. Нам приходится втыкать туда такой штырь, чтобы он их держал. Попробую вот, чтобы эти шары были держателем. Вот моя питунька мною выращенная. Посмотрите, как ей захорошела-то в большом объеме земли в Ведерном. Здесь у меня Вероника Аструн. Да, кстати, хотела вам показать. Гвозичка, смотрите, под ногами. Гипсофила вновь посаженная. Ну, года два сидит здесь. Здесь водные растения хотела показать вам. Посмотрите, как здорово смотрится фолярис в воде. Он ее так осветляет, освежает. А ведь на земле это очень сурное растение, которое ползет. И страшный агрессор не советует его сажать без ограждений. Но даже иногда и ограждения он прорывает. А в воде чувствует себя очень сдержанно. И уже набрал цветочные колоски сверху. Видите, они будут повыше. И такие, как вейник. Вот это растение тоже пестролистное, вейник. Будут перекликаться друг с другом. Малиния. А, ну, кстати, про водные. Вот это зонтичник. А вот это растение я не знаю, но оно очень красиво. У него красивые такие бубушечки. Вон они, видно вам. Здесь свисают. Вон, на камне хорошо видно. Маклея. С этой стороны она прям хорошо так подросла. Хотя всегда была маленькой. Растет из бадана. А с этой стороны почему-то перезимовала плохо. И нагоняет. Не знаю уж, будет ли она такой же. Это принцесса Диана. Ну что, друзья мои. Наверное, я пройду по цветущим растениям своего сада. Потому что, если буду останавливаться на каждом, мне не хватит опять экранного времени. Поэтому пройду быстренько, точечно, по цветущим растениям. И у нас на пути вот такой лилейник, который не цвел у меня лет 15. А в этом году вот так буйно зацвел, чему я очень рада. А над ним возвышается каприфоль брауна. Посмотрите, какой шикарный водопад из алых. Вот именно алых. Так, смотрите, на жимолость прилетел. Мы не успеваем съесть жимолость, а он успевает. Сидит. Утащил ягоду. Вот раз я уже оторвалась от брауна, подойду вам, покажу, какие в этом году крупные ягоды, которые таскают скворцы. Сирени в этом году не будет. Зато есть жимолость. Смотрите. Нужно срочно кушать. Сейчас покажу, какие ягодки. Огромные, да? Огутные. Прелесть какая-то. Горчинки мало. Вообще в этом году год жимолости. Но я вот сейчас только заметила, что скворцы ее тягают. Не дают вызреть. Ну что ж, раз мы оказались в этом месте, покажу вам ирисы. Ох, я не могу. Это что-то с чем-то, да? Смотрите. А этот красавчик. Прекрасен. Ну а этот, как вам? Половина веера не зацвело, что-то не понравилось. Ну а этот ждем. Ревень, ревень. Тоже одна метелка, жалко. Но я думаю, он будет разрастаться и даст мне пышное цветение ажурных белых кисточек. Так, я все-таки вернулась к жимолости брауна. Не могу вам не показать такую красоту. Посмотрите, алый-алый цвет в саду. Такого алого сейчас нет ни на чем. В шинах в этом году посадила моноцвет. Вот такие одинаковые петунии я высадила. Кстати, немножко нужно шины подреставрировать. Через камеру это лучше видно. Здесь у меня рядочек с капустами. Вот и вот. Их пока не видно. Посажены они в тубы от полотенец бумажных. Видите? Чтобы медведка не подгрызала. Идем дальше. И нас на пути. Вот такой красавчик. Вот такой вот цвет необычный. Тот был палевый, а этот такой насыщенно-коричневый. Он прекрасен. Он прекрасен. Идем дальше. Наклонила дождем его, конечно. В тепличку мы не будем пока заглядывать. Мы идем по цветущим растениям. Здесь замена произошла чемодана. Старый чемодан пришлось выбросить. Он потерял совсем-совсем свою форму. Но я посадила, сделал новый чемодан. Покрасила его изнутри краской. И посадила сюда растения. Гисперис, по-моему, пестролисные листочки. Вот это вот львиный зев ампельный. И вот это растение продавалось как... Какое-то такое название было интересное. А когда оно у меня взошло, думаю, блин, да это же налана. Прямо вот явно листья наланы и розетка наланы. И вот закрылось у меня такое, что это будет налана. И точно это оказалось налана. Представляете? А на пакетике написали другое название. Хотя я даже перевернула пакеты. Почитала на латинском. Думаю, может быть, на латинском оно будет звучать как налана. Нет. И по-латински, и по-русски были другие названия. Сейчас не могу вспомнить. Но получилось налана. Представляете? Вот бутон еще один. Я думала, я что-то новое нашла в магазине. Оказывается, это старое. Здесь тоже у меня, ну, пока еще не сильно развито. Хорошо, не будем останавливаться. У нас на пути вот такой рай аквилегий. Аквилегий рай. Посмотрите, чего тут только нет. Каких только оттенков тут нет. Небесные, фиолетовые, желтые, красные с белым. И впереди еще один. Посыпанный семенами. Я покупала лет... Пачек 10 семян. Потому что давно у меня не было аквилегий. Мне дала еще знакомые пакетики с семенами аквилегий. Я все здесь высыпала. И вот через пару лет у меня тут, видите, сборная солянка. И минечки махровые. И высокорослые сорта. Бледненько-росовая. У вас она смотрится как белая. Видите? И вот эта красавица. Ох, просто инопланетянка. Ну что ж. Смотрите, как скоро стрижке подвергнется. Ну, жалко мне его всегда стричь. Уж такое пятно красивое. Красное. В этом году у своего кедра я отпустила ветки на свободу боковые. Видите? И скоро он из прямой палочки, которой было 10, ой, да уж 11, наверное, если посчитать, превратится в хвойное растение. Выше забора сделала. Видите? Давайте же встану вот так. Вам будет видней. Чтобы не пилить ему ногу. Кстати, вон ту зимнюю кормушку нужно снять до зимы. Положить на чердак. Ну и вот хвойники мои, которые выше меня, намного-много. И эта ель тоже, посмотрите, ушла в небеса. Она с мягкими пока приростами, которые так приятно трогать, но потом они становятся очень колючие. И здесь нужно, я немножко уже простригла дорожку. Видите, убрала иголочки. Так, что же у нас в этой зоне? В этой зоне огурцы там ничего не цветет, да? Ну, пойдемте тогда сюда. Здесь зацвели луки, которые под ель ушли. И я хочу, конечно, состричь эти ветки еловые и немножко высвободить на свободу лучок. Ну, пока будет так. Еле ветки состригусь на зиму для украшения сада, скорее всего, это будет. И вот здесь вечерница Матрона. Ну, посмотрите. Господи, как она прекрасна. Как же она прекрасна. Пахнет она вечером. Сейчас не пахнет совсем. Вот такое вот огромное пятно мне по грудь. Она где-то сиреневых, красивых, насыщенных. А еще, помните, я вам говорю, в каком-то ролике я показывала, что вырастила из семян эту акацию, привезенные семена с Кисловодской или Пятигорской, уже не помню. И у меня было их несколько, но из-за стройки одну мы сломали, а вот эта, смотрю, задержалась. Она была вся под глиной. Вот это я ее глину сняла и вот ее высвободила. Не знаю, может быть, точка роста и убита, наверное, да? Точно. Точка роста убита. Видите, вот боковые ветки только. Будем надеяться, что она пойдет. А вот это вот мое приобретение. По-моему, прошлогоднее или позапрошлогоднее. Это черемуха Шуберта, по-моему, название у нее. И вот сейчас вы можете наблюдать преображение ее из зеленого листа, каким она была весной, в бордовый. То есть летом она будет бордовая. Видите, уже пошло обратное. Обычно как бы из бордового зеленое становится, вот как барбарис, допустим. Если ему тень, то у него лист становится из бордового зеленого. А у этой наоборот, из зеленого в бордовый. Здорово. В общем-то, мне нравится. Гравилат зацвел непышно, потому что здесь мы насыпали навоз и накрыли и растопыренный флокс, и гравилат. Засыпали, и они пробивались, пробивались. Ну, как-то там более-менее пробились. Давайте я сдалека возьму, как она смотрится. Видите, интересно, необычно. Яблоньку перенесли из застройки сюда. Вот она на фоне кустарника дейцы стоит. И вот сюда я подсадила за ирис бузину черную, вот эту, знаете, с резным темным листом, как же она называется там. Блейк Лейс, по-моему. И она у меня засохла. В общем, жду, пока там, конечно, отметила, но засохла. Здесь из-за строительства клумба у нас ушла. И я вот пока на ее место поставила вот такой вазон и бахчу разбила. А бузики тут у нас всякие. Ну что, давайте подойдем к ирисам. Вдоль забора у меня вот эти пятнышки. Вот такой. И вот палевый нос с пятном. А в этой большой клумбе расцвел лимонный. Нежно-нежно лимонный. Такая лимонная корочка своего рода засвечивается у вас. Ну, попробую поймать я его. Попробую вот. И вот тот красавчик нравится мне. Видите? Сейчас сверху сниму. Вот такое. Омоложенный мной куст бигилы тоже зацвел. А здесь притаился такой, знаете, нежно-розовый. Вот здесь на заборе отцветает каприфоль. Я почему-то, ну, я выращивала ее там с маленькой веточки. И я все время думала, что это обычная каприфоль. Но вот сейчас она сильно зацвела. И я смотрю, что это необычная, а желтая. Видите? Чисто желтая. Ну, вот не знаю, засвечивается вам она. Вот внизу видно вам. Конечно, они отсвели. Как-то взять так, чтобы... Может, кто знает название чисто желтый? Напишите мне, потому что я не знаю. И розочка. Гляньте, пестролистность появилась на шиповнике. Нужно выстричь эту ветку. К ядрине феник, как говорится. Смотрите, все в бутонах. Скоро моя розочка на ноге будет красавицей. Ну, это я сниму вам, конечно же, отдельно. Вот-вот распустится Арункус Волжанка. Смотрите, у нее уже вот такие бутоны. Ну, а как она прелестно цветет. Если кто не видел, обязательно посмотрите мои следующие видео. Она прекрасна. В этих дисках у меня пропал и этот лилейник. Фестиваль Чилдрен назывался. Пропал, вымерз. И мне пришлось сюда посадить однолетки. Вот я купила на базаре и подсадила. В этом году плохо перезимовал клематис виноградолистный. Но от корня просыпается. Вот он снизу идет. Я не стала снимать эту шубу, потому что не хотелось оголяться мне, потому что забор там сетка рабится. Я думаю, у меня уже было такое. Он как-то прорастал сквозь и покрывал все это пространство. И гораздо лучше смотреться на хворости, нежели в прозрачном сетчатом заборе. А вот так выглядит ящик под окошком. Туда я посадила бальзамины, бегонию белую, красные бальзамины и барвинок синий. Барвинок вряд ли зацветет, но мне нужны от него не цветы, а свисающие ампельные побеги. За калиткой отцвела сирень, но зацвела ясколка. И делает вот такое вот нежное воздушное безе. Хотя в этом году, конечно, она не очень. Вообще растение в нашем регионе много выпадов. Но ясколка более-менее зацвела. Хотя бывает так цветет, что не видно листьев. Ну хоть так, я рада и этому. Здесь я посадила клевер белый, такой своего рода газон. Хочу, чтобы вот здесь он покрыл это местечко, пустующий уголок. И нужно посадить в шину что-то. Сильфия, по-моему, называется вот это растение с кожистыми листьями. А рядом шаломайник. Здесь калина бульданеш подросла. Ну а в общем-то сирень отцветает. На крупнющие такие были цветы. Цветет эта сирень не каждый год. Интересно, да? То есть как-то через год она у меня всегда. Ну а в клумбе большой я опять к ней вернулась. Зацвел Василек крупноголовчатый. Вернее, не крупноголовчатый. Крупноголовчатый. Вон там за вечерницей Матроны уже набил цветоносы. А этот Василек многолетний. Вот такой. И еще у меня есть розовый. Сейчас вам покажу. Вот такой шар, который будет цвести мелкими розовыми цветочками все лето. Ну а пока мы с вами гуляли, посмотрите. Амсония уже приподнялась. Немного. Капли дождя с нее спадают. И она уже стала заведнелась, так скажем. Ну и покажу вам напоследок свой любимый ленок. Леночек. Кстати, ирис болотный тоже цветет, но невысокий. Его нужно доставать и делить, омолаживать. Но он у нас там посажен в спонбонд, в заборчик, который, как она называется, лента бордюрная. Ну, в общем, там столько нужно поднять. Камни, гальки, лутросин, спонбонд черного. Ну, в общем, что мы не беремся за это. И он с каждым годом все ниже и ниже. Прям не знаю, как это сделать. Но он 20 лет сидит на этом месте. Конечно, он. Ну и посмотрите. Вот он, красавчик ленок. Как же он давно уже цветет. Уже недели две точно. И посмотрите, сколько еще бутонов у него висит. Очень достойное растение. Раннее, цветущее долго-долго. Всем его советую. Да, кстати, тут вот забыла и прошла мимо ириса сибирского. Он только раскрывается. Еще не во всей красе, конечно. Но уже можно увидеть и представить его. Как он будет выглядеть. Но что круто, ность немного. Я круг почета. Клён. Ну что ж, друзья мои, до новых встреч, до новых видео. С вами была я, Иринка, как картинка. Подписывайтесь на мой канал. Я всем рада. И всех жду у себя в гостях. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!